В минувшие выходные прошли соревнования по дарцу в зачет городских спартаке от трудящихся. Дротики в цель метали игроки 8 мужских и 6 женских команд. Соревнования проходили по правилам игры 501. Задача участников быстрее противника списать 501 очко, попадая в секторы мишени с большим количеством баллов. Но не все так просто. Заканчивать игру нужно обязательно броском в удвоение или в яблочко мишени. Необходимо попасть так, чтобы полученное количество очков свело счет до нуля. А ширина внешнего круга удвоение всего 7-8 миллиметров. Петр Воробьев выступает за команду «Заполярье». Волнуется, ведь дарцем увлекся меньше года назад, поучаствовав в спартакеаде среди пенсионеров. Начал помаленьку сам, самостоятельно, без тренера. Вот как научился, так и могу. Поэтому, маленький получается, ну слава богу. Довольны результатами сегодня? Сегодня мог бы лучше, во второй раз бы мог бы лучше, но я допустил трон. А так доволен. Первый раз на таких соревнованиях вообще классные. Два метра 37 сантиметров отделяют игроков от мишени. И пять туров от начала турнира до определения победителей. Даже тем, кто участвует не впервые, сложно показывать стабильные результаты. Все команды подготовлены, все нацелены на победу. В большей степени, конечно, от профессионализма зависит. Но, конечно, и фортуна. Малую роль играет в этом. Вам везет сегодня? Ну, можно сказать, 50 на 50. Помешать удачному броску может что угодно. Резкий шум или хитрый соперник, сбивший настрой. Потому нужно уметь абстрагироваться. Потому многие предпочитают играть под музыку. Команда 5 ФПС – одни из лидеров соревнований. Учитывая уровень других команд, без подготовки и тренировок не выиграть, уверен Антон Карпец. Можно сравнить с 2015 годом. Там мы заняли в Спартакеаде именно по дарцу третье место. Сейчас в данный момент в подгруппе заняли первое место. Но будем бороться в финале. Вот так уровень, конечно, лучше намного, чем был в том году. Ну и мы в течение всего года тренировались. Тренировались и другие команды. В игре за третье место пожарные встретились с Заполярьем. И новичок Петр Воробьев с напарником по команде Валентина Мартюшовым сумели обыграть соперников. 5 ФПС на четвертом месте. Заполярье на третьем. Серебро у спортуправления сильнейшими стали игроки «Динамо». У женщин события развивались не менее драматично. Сразу три команды набрали равное количество очков. Потому при распределении мест учитывались результаты каждой партии. В результате на третьем месте команда «Восьмерочка». Серебро у Заполярья. А на первом месте, несмотря на одно поражение, команда филиала ЕМК.